Парни, приветствую всех у себя на канале Решил выйти в эфир Дать себе знать, кому интересно Че, где, как я Столица еще впереди Столица еще Будет завоевываться мной Так сказать Пока что обживаюсь на новом месте У себя в квартире Своя квартира Мне это хорошо Зачем вообще записываю игры? Хочу, пока есть возможность Хотел бы попытаться Конечно, если у меня получится Как обычно, время, время, время Хотел бы Хотя бы раз в неделю Допустим, это будет пятница вечер Или это будет суббота вечер Или воскресенье вечер, не знаю Хотелось бы Снимать видео О новостях От операторов Москвы Новости мобильной связи Столица В столице Всякой Разной красоты Происходит На мобильном рынке Меня нету По стечению обстоятельств Никак не могу В этом принимать участие К большому моему сожалению Я бы очень хотел Но Хотелки Мало Недостаточно Постараюсь Каждую неделю Выпускать Видео о новостях Так как знаю Что новости Знаем все На ютубе Много новостей И всякие каналы Значит Вещают О мобильных Производителях О смартфонах Там О разных Кооперациях Компаниях К сожалению Новости В формате Видео О операторах Мобильной связи Москвы Нет По крайней мере Ту информацию О мобильных Операторах Которую я узнаю Это я узнаю На сайтах На разных Источниках Из разных Источников Получаю информацию Плюс Меня держит В курсе Один из моих Подписчиков Которые Рассказывали Что и как Творится Что и как Происходит Постараюсь Бывать в эфире Как уже Сказал Раз в неделю Расскажу Вам Чем пользуюсь Какой связью Пользуюсь Здесь Сейчас Где Временно Проживаю Ну Попытаемся Видеться Чаще Сейчас Хочу Показать Вам Такой Небольшой Обзор Буквально Распаковку Одного Довайса Который Я приобрел Домашний Телефон Но Домашний Телефон Казалось бы Да Зачем Домашний Телефон Тем более Я в Москве На предыдущей Проферии От него отказался А здесь Навеяла Такая Ностальгия Небольшая Плюс Аппарат Стоит Копейки Он у меня Подключен К городской Нумерации В этом городе Но Через СИП Телефонию Кому Дальше Неинтересно Все Выключайте Видео Кому Хочется Посмотреть На Девайс Милости Прошу Вот парни Такое Мое рабочее место На данный момент Здесь буду Заниматься Своими Интернет Делами Итак На русском И украинском Языке Адрес Сайта С этой Стороной Телефон Видим Рубашкой Кверху Изображен Здесь Бачина И вот Пожалуйста Видим Телефон Так сказать В раскрытом Состоянии Так Здесь У нас Оказывается Модель Цвет Это у нас Телефон Даже есть Дата Когда он Был сделан 27 12 Что Что Оначает 27 Декабря 12 Года Или что Нет Это вообще Свежая Модель Не может Не может Телефон Сделан Может Просто 27 Декабря Все Год Не указан Ладно Черный Цвет Где-то Здесь Еще Было Указано Что Это Телефон Эператор Ревизии Ревизии 2 Не знаю Не знаю Чем отличается Ревизия 2 От Вот Здесь Указано Ревизия 2 РФ 2 Прошу Прощения CDMA Мне здесь В голове Делан В Китае И так Далее Давайте Посмотрим На сам Девайс Комплект Поставки То Что Вы Видите Перед Собой С Инструкцией Соответственно Было Гарантийный Гарантийный Талон Сам Аппарат Значит Трубка С базой Чтобы Вы понимали База Это Просто Подставка То есть Если Нет Базы Телефон Телефон Может Работать Сейчас Поясню Объясню Нюансы Здесь Данные Значит Можно На стену Повесить Резиновые Ножки Телефон И правда Не ездит По столу Не катается Достаточно Крепко Стоит Трубка На трубке У нас Цифровой Блок Здесь Переключатель Режима Тон Пульс Здесь У нас Тихий Режим Громкий Режим Простейший Телефон До Безобразия Вот Это Дело Нажимается Кнопка Это Как раз Когда Вы Ставите Трубку На базу Вот Этот Язычок Нажимается Вот На этот Выступ Если так Можно сказать И Соответственно На телефон Можно Дозвониться То есть Когда Мы Это Дело Отпустим Соответственно Мы В трубке Будем Слышать Блок Зумер Кому Как Больше Нравится Глянцевая Часть Только Вот Это Внутреннее Углубление Так Можно Сказать Не Внутреннее Я неправильно Выразился Это Углубление Для Хвата Удобно Да Вот Снимаем Глянец Соответственно Мы Видим Также На базе Здесь Здесь У нас Есть Узор Идет Глянцевый Надпись Alcatel Здесь У нас Идет Штекер Формата RJ9 Я До Селены Не видел Таких Штекеров Видимо Не особенно Просто Этим Интересовался Поэтому Не видел RJ9 Глянец У нас Еще Присутствует Вот На этих Гранях С внутренней Стороны Достаточно громкий Слуховой Динамик И чувствительный Разговорный Микрофон Самеседники Не жалуются Так Дальше Объясняю Вот Вся начинка Все мозги Находятся Непосредственно В трубке Здесь Подключаем RJ9 Как уже сказал База Нет Допустим Да То есть Этот кабель Полностью Идет Вот так Вот так Наконечник У нас Стандартный Наконечник У нас RJ11 То есть Сразу Можем Подключать В телефонную Розетку Единственное Что без Базы Если Не нажать Эта Кнопка Не будет Нажата Дозвониться К вам Никто Не сможет Потому Что Будут Постоянно Слышны Будки Заняты То есть Трубка Снята База У нас Служит Для Дозвона Соответственно Чтобы фиксировалась Как уже сказала Эта кнопка И Более Так сказать Такого Эстетического Размещения Трубки Также Если Зафиксировать Телефон Телефон На стену Например Вот так Вот это Дело Будет Выгребить Язычок Вот этот Выступок Который Ранее Так сказать Обозвал Если Поставить Телефон На стену Закрепить И Ставить В Вертикальное Положение Этот Выступ Нужно Его Снять Перевернуть В другую Сторону Вот так Вот Зафиксировать У нас Есть Выступ Вот Под этой Кнопкой Вот здесь То есть Не под этой Кнопкой Она Днеет Интересно Когда мы Ставим Телефон На базу Если Будем Тянуть Его Вниз Трубку Она Не Тянется Она Зафиксирована То есть Смотрите Вот Так Вот У нас Фиксируется Трубка На базе Если Прикрепить На стену В Соответственно Телефон Лежит В Горизонтальном Положении Язычок Этот Можно Убрать В Ни Ни Случае Смотрите Отпускаем И Падаем Далее Здесь Есть Как Вы Заметили Думай Желобки Для Того Чтобы Проложить Кабель Именно Так Как Вам Нравится У Меня Это Сделано Так Неудобнее Так У меня Телефон Дома В Горизонтальном Положении Лежит На Тумбочке Допустим Если Сделать Его Вертикально На стену Прикрепить Вот так Да Будет Стоять Соответственно Кабель Вот так Сюда Завели И Можем Здесь Загнуть И Вывести Вот Там И Провести Уже Себе Вот Кабель Так Как Нам Хочется Соответственно Провод Не Будет Ити Насквозь В Телефонной Базы А Будет Выходить Отсюда Где И Входит Детичный Урок Телефон У меня Как Я Уже Сказал Подключен Через Себ-адаптер Могу Сейчас Его Показать И Пользую И Использую Городскую Нумерацию Как-то Так Давайте Покажу Кому Интересный Себ-адаптер Вот Это У меня Так Сказать В кладовке Все Дело Установлен Роутер Установлен Арчер С20 Ревизии Четвертой Который С тремя Как видите Антеннами Не С двумя Есть Такой же Ему Сказать Однофамилец Даже Тезка Тоже Арчер С20 Но Он Идет С USB И С Двумя Антеннами Здесь USB Нет Но Есть Три Антенны Одна Под 5 Герц И 2 2 2 2 4 И Вот Подключен К роутеру Себ-адаптер Зиксель Точно Буквенное Обозначение Не помню ПРЛ Кажется 2301 Вот И Это Дело Здесь У меня Висит В кладовке Здесь Видите Моток Рулон Интернет Кабель От Провайдера У меня Здесь Два Провайдера На Подстраховку Так Сказать Вот И Телефонный Кабель Из Кладовки Выходит Через Удлинитель В комнату И Сам Телефон Алкотель Работает Домашний Без Питания 220 Вольт То есть Обычные Телефонные Связи Обычного Телефонного Напряжения Абсолютно Достаточно Кого Интересуют Тарифы По Связи По СИП Телефонии Так Просто Для Для Сравнения Для Информации Я Знаю Что Меня Смотрит По Большому Счету Большинство Моя Кабада Именно Мой Контингент Зрителя Это Из России Поэтому Особенно Вам Не должно Быть Интересны Эти Цифры Но На Привоз Рублей Чтобы Было Понятно СИП Телефония Значит 25 гривен И 20 Гривен То Есть 45 гривен Месяц На данный Момент Это 100 Сейчас Вам Скажу Сколько Сколько 45 гривен Месяц Это 120 Рублей Говоря В эти 120 Рублей Я Получаю Неограниченные Звонки На Городские Своего Города Получаю 100 Минут На Мобильные И 100 То есть Не И 100 А 100 Минут На Мобильные И По Стране Это Получается За 120 Рублей Плюс Получаю 2,5 Гигабайта Трафика То Есть Я Пользуюсь Я Купил Городской Местный Номер Сим Карту Сиди Май Оператора Интер Телеком Он Стоит 25 Гривен Месяц И За 20 Гривен Месяц Подключил Услуги Телефонии Соответственно Я Могу Этой Сим Карты Пользоваться Сиди Май Модем Или Сиди Май Смартфоне Вот Например Май Сон 5 Он Поддерживает Поддерживает Сиди Май Оператор Интер Телеком В частности Я Могу Пользоваться Использовать 2,5 Гигабайта Трафика По Своему Городскому Номеру Сим Карта У меня Будет В Телефоне Но Звонки Будут Проходить На Мой Домашний Алкатай И Звонить Я Буду Только С Него Потому Что Если Я Захочу Позвонить Сим Карты Интер Телеком С Городским Номером Звонок Не Пройдет Просто Будет Ошибка Исходящей Связи И Все Это Все Можно Поменять Когда Захожу В личный Кабинет Могу Поменять Чтобы Сумки Не Проходили На Мобильный Телефон Соответственно Тадасит Телефон Домашний Телефон У меня Будет Просто Молчать За 120 Рублей 100 Минут По Стране 2,5 Гигабайта Трафика Достаточно Неплохо Интер Телефон Вседемо Работает Скорость Достаточно Примерные цифры Хотите услышать 4-5 Мегабит Для обычного серфинга И для мессенджеров Это просто за глаза Если вы думаете Что я так Нахваливаю Это не так Потому что я все равно Этим не пользуюсь У меня Для связи Для интернета Для голосовой связи Мобильный В смысле Другой оператор Я об этом расскажу В другом видео Уже Но в любом случае Это дешевле Использовать СИП-телефонию За 50 гривен То есть За 120 рублей Дешевле Чем Если бы я подключил Проводной Домашний телефон Как в Москве СНГТС Оператор Традиционной Телефонии В Украине Укртелекон Домашний телефон Сейчас Домашний телефон Стоит в районе Проводной 80 гривен То есть Это 200 рублей Непосредственно Безлимитные Звонки В пределах города По большому счету Все И там немножко Еще отсыпают Звонков На Мобильный телефон По межгороду Не помню сколько Но в любом случае Поставить СИП-телефонию Дешевле Если СИП-телефония Не нужна Нужен Просто городской номер То за 25 гривен То есть Это За 60 рублей Вы получаете Городской телефон В мобильный Так сказать Аппарат С неплохим Наполнением Трафик Минута И так далее Все Парни Спасибо за внимание Кому интересно Рад Что уделили Стоило Драгоценное Время Чтобы Снять это видео Как уже сказал Буду пытаться Выходить Здесь чаще Есть О чем рассказать Есть Что Рассказать О Сбербанк Телеком Который Сейчас уже Сбернобайл Поговорим Короче Ребята Все Всем держаться Все молодцы Да Парни То скрипт Забыл Добавить Такой момент Выход Из положения СИП Решает Именно Этого Интертелеком Здесь Да и вообще Если бы Какой-то другой Оператор Даже В России В другой Стране Предлагал Такой Функционал То здесь У меня Не очень Здорово Ловит Интертелеком Есть Такие Места В квартире Где не ловит Просто Совсем Вообще Там Где ловит Можно Разговаривать Достаточно Неплохо Слышно Но То есть Я постоянно Так сказать В напряге Когда разговариваю Пропадет Собеседник Не пропадет Как он Меня Слышит И тому Подобное Вот А СИП Вообще Решает Этот вопрос Никаких Теусилителей И связи Не надо Да Сверху Выкидываешь 20 гривен Но 20 гривен По большому Счету За такое Удобство Это Ни о чем На самом деле То есть Оператора По большому Счету У вас Дома Вообще Покрытие Может отсутствовать Напрочь Но Тем не менее Тем оператором Вы будете Пользоваться Вот То что Хотел Добавить То что Забыл Записать Поэтому Пришлось Записать Пуск Крипту Все Спасибо Пока Пока